СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ УСТАНОВЛЕННЫ Не просто снарядов, что уже очень плохо, а еще и ракетного топлива. Ну, вроде пожар удалось потушить, корабль буксировали в Севастополь, но из-за сильного шторма он затонул. Экипаж эвакуировали, но понятно, что много моряков погибло, сколько не сообщается. По штатному расписанию на корабле было более 500 человек. Украинцы сообщили, что по кораблю было выпущено две экспериментальных ракеты «Нептун», недавно принятые на вооружение украинской армии. Но официального подтверждения этой информации не было. Американцы также не подтвердили этого факта. Выдвинута версия, что корабль мог быть поврежден миной, которые в большом количестве установлены в районе Одессы и периодически относятся течением в открытое море. Учитывая информационный туман вокруг произошедшей катастрофы, не исключена версия о сознательном затоплении поврежденного корабля. Как говорится, концы в воду. Напомню, что в свое время поврежденная часть затонувшей стратегической подлодки «Курск» была демонтирована, хотя это потребовало огромных расходов на подводные работы. Но «Курск» лежал на мелководье, а Черное море очень глубокое. Вероятно, что там произошло на самом деле, мы не узнаем еще долго. Но некоторые предположения, как и в случае с «Курском», напрашиваются. Во-первых, настораживает отсутствие официального подтверждения украинско-американской стороной обстрела ракетами или столкновения с миной. И та, и другая версия исключительно выгодна Киеву, ибо свидетельствует об эффективной обороне. Ракетный крейсер – это немирный объект, и что он делал недалеко от побережья Украины, понятно. Замечу в скобках, что на самом деле не очень понятно, но это отдельная тема. Случайное возгорание на военном корабле, где все заточено на жесточайший противопожарный контроль, тоже верится с трудом. Тем более, что это возгорание произошло во время военных действий. К тому же и атакуемый объект, и время для подобной в кавычках случайности были выбраны исключительно удачно. Уничтожен флагман Черноморского флота, причем флагман, вооруженный дальнобойными ракетами, доставляющими сейчас украинцам максимальное количество проблем. Этот корабль носит ненавистное для украинской пропаганды имя Москва, то есть имя столицы агрессора, где сидит 22-летний враг украинского народа Путин. И еще это имя созвучно с клятями москалями. Кроме того, название ракетного крейсера Москва напоминает название злополучной ракетной подлодки «Курск». Корабль получил повреждение недалеко от острова Змеиной, и именно он фигурирует в известном украинском слогане «Русский корабль, иди нахуй». Ну, извините за ругательство, это цитата, в данном случае имеющая принципиальное значение. Согласно легенде, в начале военных действий на Украине к острову подошел крейсер Москва и предложил сдаться местному гарнизону. А украинский моряк послал его куда подальше. Змеиной – это маленький удаленный остров, который использовался Советским Союзом для радиоразведки. Жителей там не было и нет, только ряженые поселяния и шпионская база, на которой работали понятно какие украинцы. Не буду пересказывать душесчипательную историю про пленение и освобождение украинских моряков, работавших на Змеином в гордом одиночестве абсолютно безо всяких американцев. Замечу только, что, скорее всего, всю эту историю придумали американцы же, щеголяющие знанием русского языка. Такие проколы обычно допускают люди, которые, как говорится, в совершенстве знают какой-то язык. В совершенстве знать язык нельзя. Это означает, что язык неродной, и владеющий им постоянно будет попадать в просак. Это то же самое, что натуральный мед. Слово «натуральный» указывает на то, что он ненатуральный. Выражение «русский корабль едина» совершенно идиотское и иностранное. Русские, и русские русские, и русские украинцы так не ругаются. Это словотворчество какой-то талантливой афроамериканки, вроде Кандализа Райс, которая мучила дипломатический корпус игрой на рояле. Уровень у нее был учительница музыки в сельской школе. Но, знаете, все познается в сравнении. Она, например, играла Мусоргского. Сейчас бы ее за это, как сказал бы Марк Твен, отделали сосновой доской по голой заднице. Не спас бы и цвет кожи. Впрочем, Марка Твена тоже уже запрещают. И, я думаю, на подходе к книге Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». В этой книге, кстати, сообщается, что американцы, начиная с 2022 года, выиграли две атомных войны. Вот такие молодцы. Добавлю еще, что в 2021 году американцами был выпущен рекламный ролик, где показано уничтожение крейсера «Москва» новой американской ракетой. Ну и, конечно, гибель российского крейсера случилась в очень важный момент. Произошел перелом в Мариуполе. Там начали массово сдаваться в плен. Причем, в основном, украинские моряки, то есть морпехи. Потерю этих моряков американцы должны были сбалансировать. Военный конфликт на Украине – это конфликт, прежде всего, идеологический, и все зависит от степени мотивации одураченных граждан. Это, кстати, сильная сторона Москвы. Она проводит операцию без поддержки населения. Это сужает базу, но одновременно позволяет не обращать внимания на такие провалы, как гибель Москвы. То есть это очень существенная потеря, но не для пропагандистской кампании, потому что таковая просто не ведется. На мой взгляд, гибель Крейсера была полной неожиданностью не только для российского командования, но и для украинцев. Хотя, вероятно, о подобном развитии событий Кремль и предупреждали. Ну, разумеется, в самых общих выражениях. Это могло быть на переговорах с австрийским канцлером, которые состоялись в Москве 11 апреля. Канцлер ввел переговоры, конечно, не от своего имени. Нужен был человек с высоким, но нейтральным статусом. Австрия – это не член НАТО. И нужен был человек, с которым президент России мог бы говорить без переводчиков, то есть без лишних свидетелей. А Путин, напоминаю, хорошо говорит по-немецки. По иронии судьбы, фамилия австрийского канцлера – не Хаммер. Напомню, что Хаммер, Арманд Хаммер, был долголетним посредником между Кремлем и Вашингтоном. Будем надеяться, что подобное совпадение случайно. По специальности – не Хаммер – профессиональный разведчик, а по основному роду деятельности – иезуит. Ну вот все, что я пока могу сказать по этой теме в предложенных информационных обстоятельствах. Оставайтесь с нами, и русские, и украинцы, и все смотрящие наши передачи. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok